Валерий Константинович, это Антон Колесников. Привет, Антон. Получил вчера вечером посылку с яблочками Миронетки. Одичавшие. И уже примерно треть перебрал, достал семечки. Оказывается, в этом какое-то дополнительное удовольствие есть. Самому достать из плода семечки, чтобы из них потом деревья вырасти. Да, попробуйте вырастить из этого. Вот это мне нравится, это письмо. Полный цикл, разве что сами яблочки не собирал. Так же осенью по вечерам с удовольствием доставал семена из ягод мальчика. Спасибо вам большое. Быстро посылку отправили. Быстро дошла до Казани. И это очень хорошо. Вот. Кстати, дошла за три дня. Помните, я вам хвастался? Я вам это все расписание показал. От Сианогорска, Абакана. И там через Москву мы удавились получить до три дня доехать. Валерий Константинович, это он же. Досмотрел вебинар. От 8 мая. Видел, что мы включили туда мое письмо про яблочки дичавшие. Вот. Ну, давайте чуть-чуть. Схема посадки абрикосов под ком сработала. Вот это намытайте на русах. Есть много всхода. Вот это намытайте. Я немножко это. Немножко сокращаю. В будущем собираюсь организовать небольшой питомничек. Антон Колесников. Гражданин Колесников. Почему небольшой? Чем небольшой от большого отличается? Сейчас это. Смотрите сюда. Высаживаю. Уже заранее. Семинара. Нетки. Одичавшие. Грушу. Усурий. Кабрикос. Манжевский. Вот. И, наконец, мне что-то понравилось. Чем вы меня подкупили? Ваши фотографии. Вы пишите. Ваши ранеточки готовы ехать уже к Андрею. Посмотрите. Серьезный мужик. Да. Это он отвозит к своему другу. Так вот. К чему я говорю. Значит. Извините, Антон. Немножко соль на раны. Не вам, вашему другу. Вот. Значит. По-моему, 50 гектаров. Допустим, даже ошибся на ноль. Допустим, 5 или 25. Огромная площадь. Накупил, не глядя. Помните, мы устроили расследование, друзья. Что там было в расследовании? Значит. Питомник. Я потребовал адрес. Оказалось, питомник есть. А, Матричного сада нет. Так было, Андрей? Матричного сада нет. А он накупил, сидел сармс. Было? Вот. Ну, в общем. Казина массового. То есть люди где-то доставали по двое. Где-то доставали приводи по двое в одном месте. Ну, сада своего нет. Тогда, получается, в первом и в другом месте привели, вырастили и вам продали. В общем-то, для меня это халтура. Допустим, человек здесь сармсов купил. Он может вырастить 10 деревьев, а может вырастить 5, а может 0. Но даже все равно, ничего с ним не случится. Выматериться, а еще пойдет еще в другом месте искать. И снова вперед. Это многие уже на сотни тысяч залетели. И вот он этот, Антон и другим, на сотни тысячи, уже можно миллионов еще покупал, закупил, да? Вот. Ну, шансы, конечно. Жалко, жалко труда, жалко денег. Они уже подмерзали. Так ведь было, вы же рассказывали. Вот, я вас благодарю за помощь, за то, что вы другу помогаете. Я впечатлен этим. Я такие вещи не забываю, кстати. При всей своей плохой памяти. Вот. Узнаете этого? Сами себя. Вот он Антон Колесников. Вот. И так как он, или я, кто инициатор, не знаю, может даже я. Я не стал адрес, рановато, да? Но вы хотите закладывать будущий этот. Боит, будет свой собственный питомник. Вот. Вы житель Казани. Вот уже телефон. Кому надо, пусть с вами связываются, дружат. Вот. Я считаю, что это вас характеризует. Вы не эти, которые лапши навешивают, а потом обдерут как липку. Вы не, вы инициатор, вы наш человек. Поэтому я с огромным удовольствием говорю, пока вот это. Ну, домашний андрес, я пока не осмелился. Я вас тер. Теперь так. Сейчас вот это письмо или Антона, так, или Кириллина Ивана. Кого-то из двух, сознаватель. Я просто, оно оказалось между письмом. И что, забыл. Значит, я рассказал вам, друзья, известный случай. Уже теперь вам известный. Про лимонник, вы же знаете, появилась, а я немножко предысторию, а он заслуживает того, чтобы о нем поговорили. Но без крайностей. Сейчас поймете. Итак. В эпоху самого расцвета, самого популярного журнала России, 3 миллиона экземпляров, под названием Председательное хозяйство, значит, появилась статья. Я по памяти говорю, где-то можно соврать. Растение с пяти вкусами. Что-то в этом роде. Там рассказ был о том, что оно произвело, как взрыв, как информационный взрыв, потому что мы о нем практически не знали. Я не знал, никто не знал. Хотя кое-где, у кое-кого он был уже. Итак, лимонник, который дает ягоду, лимонник, который дает листья, корни и побеги. Что-то еще пятое было. А что пятое, я не помню. И все это лекарство, лекарство, лекарство. Начиная с простого там. С тем, что взяли чай, немножко заварили. И самое главное, что там было, сейчас скажу уж извините, почему. Эта история для меня имела продолжение. Значит, я запомнил, никогда не жаловался, но интересно же, когда журнал написал, что второе место после после самого женщения силы неимоверной поднимает все. Ну, вы поняли, о чем речь идет. Поднимает все, что можно поднять. И тогда я съездил в большой корак с знакомым, они мне тут же выкопали. Они уже легко раздражаются. От корней идут. От корней идут от водки. И у них все было в этом, в лимоннике буквально увешано. Там его было ведра, ведра, ведра. Беседка была. Так перед глазами стоит. Больше такого не видел. Я выкопал несколько штук, посадил у себя, дождался плодоношения. А ягодок было всего несколько десятков. И потом я, а это же учеба. Вам все равно он понадобится. Поэтому получается так. Хорошо бы ягодой запастись. И круглый год по три это это самое. Вот как здесь написано. Для мужского рода, видите? Это не я написал. Итак. Надо было, оказывается, добывать его в трех-черех местах. И садите рядом. И только тогда будет урожай. Вот это я запомнил. Так. Но параллельно я один раз как-то, в то время был страшный голод на саженце, и у нас был пятачок. На этом пятачок привозили местные саженцы, и тут же они разбирались. Однажды я взял, подошел к иточку. Так. И я увидел человек 10 стоит все женщины, все какие-то мрачные, хмурые, а продавца нет. Вот. Я спрашиваю, что стоим? Да вот это обещали привезти кое-что. А что? И никто мне ничего не объясняет. А единственный мужик потом появляется продавщица, открывает там свою корзину, и это, даже чтобы не было драки, всем по одному, тут же деньги, вот так вот. Вот так шло, как со свистом. Раз, 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 10 человек, 10 женщин купили по кустику, вот. А мне не досталось, я бы не взял лишнее, но мне не досталось. Но у меня смутило то, что уже это было сразу после публикации. Теперь понятно, что он еще и должен все поднимать. Дальше. Вот. А у женщины, видимо, с этим в семье были проблемы. Иначе я ничем объяснить не могу. Ну, может быть, для бодрости. А потом, как обычно, мода прошла, и сейчас вот приезжает Сергей в засаднице. Ну, допустим, не помню, в каком году последний раз спросили, если у него отводочек. Ну, то есть, один случай на СИЗО. То есть, все, мода полностью прошла. Про него забыли. Думайте, у каждого во дворе не растут? Ошибаетесь. Я, по крайней мере, знаю, все в один-два двора, где они растут. Дальше. Я очень долго говорю, но только по делу. Итак, человек, мой друг из Подмосковья, из тех, кто кровь проливал, из тех, кто, можно сказать, самых таких отчаянных людей, которых надо беречь, как зиму сока, а у него он слег уже с онкологией. Дальше я рассказывал, как я рассказывал, прошло время, я ему выслал, нарезал, у Чернобаева, мне-то, ехать было в деревне, некогда, он быстренько мне нарезал этих илианных, китайского лимонника. я добавил полтысячи косточек по ссылочку и отправил ему. Через несколько месяцев он сказал, что я встал с постели. А я вам рассказал, или благодаря чему, или то, или то, я не знаю, как он лечился, ну, понятно, эти самые, манджурские косточки, манджурские абрикосы, он ел, просто ел мякоть, а это, что с ним дел, я не знаю, во всяком случае, ему помогло. Почему? Второй раз заказал, я уже второй раз вышел. Уже, вот, и вдруг, когда я в этом случае рассказал, появляется вот это письмо. Оно очень важно. Известный случай о лимоннике. Экспедиция в Приморье. Стоянка в тайге, зараз и лимонник, работники все мужского рода заваливали и перечать до бодрости, тонус. Чай действительно давал силы, был при любоподрости, но, вот ради этого, через это время во многих пошла кровь носом, лимонник поднимает артериальное давление, провоцирует бессонницу, подходит гипотоникам, тем, у кого понесенное давление. Вот это письмо то ли Антона, то ли Ивана, вот, Кириллина. Спасибо и главное волю, потому что сказал А, надо говорить Б. Я успел уже вам похвастаться, что китайский лимонник мой и Чернобаев помог московскому мужчине, который заслуживает, так сказать, здоровья, жизни для долгой. Вот, но вот оказался в такой ситуации. Вот, а я вам расхвастался, а лимонник поднимает артериальное давление, вот это маленькая, уж, большой ушат с холодной водой. Вот, всего хорошего мира.